Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Начнем с видов спорта, который вообще никак не культивируется в нашем городе. Секции нет, спортсменов не готовят, но есть одна девушка, которая родилась и выросла в Сарове. И этим видом спорта не просто занимается, а постоянно доказывает, что она лучшая в своем деле. Я говорю про Альбину Логинова. В Ульяновске завершился чемпионат России по стрельбе из лука. За медали боролись более 400 спортсменов из 33 городов нашей страны. В итоге Альбина стала серебряным призером стрельбе из блочного лука. Молодец! Продолжается сезон и у легкоатлетов, и тут постоянно в призах и наградах воспитанники Дюшикар. На первенстве Привозского федерального округа в Пензе Мария Девяткина выиграла золото, став победительницей в беге на дистанции 400 метров. А также в составе сборной команды Нижегородской области вместе с Евгением Иришевой в эстафете 4 по 100 и в эстафете 4 по 400 метров. Бронзовую медаль в тройном прыжке на этих соревнованиях заработал Павел Жарков. Позже в составе сборной команды Нижегородской области на первенстве России по легкоатлетике. В Калуге Евгений Иришевой и Мария Девяткин стали бронзовыми призерами в эстафете 4 по 100 метров. Тренируются спортсмены у Марина Мачкаева и Алексея Колганова. 13 июня около Навашина прошел 18-й межрегиональный фестиваль ориентирования «Вячский азиму-2018». В соревнованиях приняли участие более тысячи любителей бега с картой и компасом. Они представляли 50 городов из 16 регионов северо-западного, центрального и привозского федеральных округов. В том числе и из Санкт-Петербурга и Москвы. Бронзовые медали на короткой дистанции получили соровчане Александра Шарова и Николай Орло. Сергей Егоршин победил в своей возрастной группе на классических дистанциях заданного направления. В медальный зачет шла сумма результатов двух стартов. В своих возрастных группах Сергей Егоршин оказался сильнейшим, а Николай Орлов завевал серебро. На прошлой неделе я уже рассказывал о достижении пинбольной команды «Реактор». Так вот, нам, естественно, захотелось узнать подробности. И мы отправили к ним Ирину Вышегородцеву. В первом матче соровчане показали достойный результат, обыграв команду из Ярославля. В следующих турах нашим спортсменам предстояла встреча с клубом «Прайт» из Московской области и столичной командой «Ирландцы Лайт». Решающим для соровчан стал поединок за выход из группы и попадание в полуфинал. Спортсменам удалось показать лучший результат, чем в прошлый раз. И по итогам соревнований клуб «Реактор» занял второе место. Первый этап, к сожалению, у нас очень провальный получился. Два игрока травмированы были. Сейчас вошли в форму. Надеемся, в следующий раз только первая. Сейчас начнем подготовку к следующему этапу, к третьему. Он будет в июле, опять же, в Москве. Ну, надо выходить однозначно в тройку. Но прежде чем начать готовиться к очередному турниру, ребятам предстоит нелегкая работа. Провести на территории стадиона «Авангард» реконструкцию своей площадки для тренировок. Делать это собираются своими силами. По словам участников клуба, проект «Пейнтболь на площадке» разработан. И спортсмены уже начали воплощать его в жизнь. Здесь будет уже новая площадка. Здесь будут стоять шатры и тренировки будут проходить здесь. Проект сделали быстро. Площадку тоже столбы установили быстро в течение одной недели. Строительные работы не повод отменять тренировки. Клуб «Реактор» получил приглашение в Англию на чемпионат Европы по пейнтболу. А значит, нужно держать форму. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. «Саров-24». Продолжает радовать нас и футболисты СФК «Саров». 17 июня «Саровская команда» обыграла «Вачу» с разгромным счетом 4-0. Мячи забросили Евгений Милованов, Анатолий Куликов, Борис Тугушев и Виктор Орлов. После четырех проведенных матчей «Саровская команда» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, заработав 4 очка. Продолжается юбилейный 70-й городской турнир по футболу. И вот результаты последних игр. «Чайка» переиграла «Вымпел» 3-1. «Динамо» из воинской части с разгромным счетом обыграла команду «Арсенал» 9-1, а «Боревестник» 2-0 одолел «Дюшикар». С первых минут матча развернулась нешуточная борьба. Динамичные яркие атаки и комбинации одних сменялись ответными ударами и контратаками других. Отвоевывая мяч, игроки нарушали правила и получали желтые и красные карточки. Но ворота так и остались нераспечатанными. На перерыв команды отправились со счетом 0-0. «Играют ровно, как мне. Моменты и та, и та команда создают». «Команда отлично играет, но атаки делают. Защищается нормально». «Здорово играют. Мы болеем за хорошую игру, за красивую игру. Обе команды примерно в одном ключе играют. Немножко преимущество у «Боревестника». Вот как дальше дело пойдет, это второй тайм покажет». Второй отрезок игры показал, что футболисты «Боревестника» настроены решительно. Первый мяч ворота икаровцев спортсмена забили в самом начале тайма. Спустя несколько минут «Боревестник» вновь атаковал соперника и забил второй гол. Отыграться икаровцам так и не удалось. Итог матча 2-0. «Поначалу игра как была равная. После не использовали свои моменты, которые нужно было использовать. Есть такая поговорка в футболе – не сбиваешь ты, сбивает тебе. И потом последовало два быстрых гола. И не получалось сегодня, наверное, не везло». Капитан футбольной команды «Боревестник» Алексей Чевкунов уверен, что, одержав победу над соперником, не стоит расслабляться. За золотые медали чемпионата города сражается много сильных и достойных команд. И, как признается Алексей, «Боревестник» будет бороться за призовое место до последнего. «Только победа. В этом году у нас трой. Тем более, мы уже давно не занимали призовые места. В этом году нужно порадовать и себя, и болельщиков, и спонсоров всех». Всего в чемпионате города принимают участие 14 команд. Впереди футболистов ждет серьезная борьба за призовые места. Расписание игр можно посмотреть в группе ВКонтакте «Федерация футбола города Сарова». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И в продолжении футбольной тематики давайте поговорим о чемпионате мира. Вовсю проходят групповые матчи, и невозможно не заметить, что наши футболисты как будто не наши футболисты. Две игры, две победы, гарантированный проход в плей-офф, бегают за мяч, борются. Я к чему? За долгое, очень долгое время на них приятно смотреть. Их хочется поддерживать. Ладно, без лишних слов запускаю рубрику «Фифа-2018» с Павлом Шпилько. 32 года назад на чемпионате мира в Мексике сборная Советского Союза вышла в раунд плей-офф. Тот роковой матч в Бельгии стал последним для нас на этой стадии. И оставался таковым до сегодняшнего года. Восемь голов. Две победы в двух матчах и сборная России гарантированно обеспечила себе место в матчах на вылет на домашнем чемпионате мира. Все решилось 19 июня в ключевом матче с Египтом. Для африканской команды само попадание на турнир стало историческим событием. До этого они два раза участвовали в Мундиале и особых успехов не добили. Сейчас в Египет крепкая команда с хорошим набором игроков и отличным тренером. Особняком стоит Мохаммед Салах, главная звезда сборной и лучший игрок английской премьер-лиги уходящего сезона. К радости наших болельщиков ветераны Игнашевич и Жирков сумели сдержать фараона. Тот только с заработанного в пенальте смог забить гол престижа. Кроме того, вновь отличились Денис Черышев и Артем Дзюба. Да еще капитан египтян Фатхи при поддержке Дзюбы отправил первый мяч в свои ворота. Итоговый счет 3-1. Но не только сборная России отличилась за последнюю неделю. Испания, Португалия, Германия, Бразилия и Аргентина не смогли победить в стартовых матчах. Действующие чемпионы мира и вовсе по делу проиграли Мексике, а Аргентина не смогла обыграть новичков чемпионата исландцев. Зато испанцы и португальцы устроили в Сочи настоящую перестрелку и показали, что сборной России в плей-офф будет очень непросто. Не без нервов победили англичане и французы, обыграв Тунис и Австралию соответственно. И только бельгийцы без проблем обыграли Панаму. Из сборных калибром поменьше хорошо себя проявили перуанцы и японцы, хотя первые не смогли победить датчан. Матч Бразилии-швейцарцев. После подачи углового Швейцария сравнивает счет. Но перед ударом головой игрок-швейцарцев толкает защитника соперника и забивает гол. Явное нарушение остается без внимания арбитра. К тому же резко возросло количество 11-метровых ударов. За весь турнир уже пробито 10 пенальти, что тянет на целую серию. С другой стороны, количество споров о неназначении такой меры наказания резко сократилось. Ну и наконец изменился баланс сил между командами. Теперь слабые сборные умеют качественно играть в обороне, что вызывает сложности у фаворитов. Яркий пример сборной Исландии, которая почти не владея мячом сумела сдержать массированный натиск бывших финалистов турнира. Сами них аргентинцев. Из грядущих матчей наиболее интересен поединок в Польше и Колумбии. Каждая из них проиграла стартовые матчи. Только одна сможет побороться за путевку в плей-офф. Встреча состоится 24 июня в 21.00. Не пропустите. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!